Дорогие друзья! 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 ну вы знаете руководить отделением это конечно же нечто другое это это другое 2 полушария мозга одно за творчество отличается другой за организационные моменты конечно это другое это дополнительная нагрузка это дополнительные заботы есть ударники есть гитаристы и как бы воли судьбы или там уж не знаю чьей воли вам приходится вникать в качество исполнения насколько это соответствует каким-то определенным уровнем очень разное все конечно ну во-первых я полагаюсь помимо всего прочего что вы сказали на мастерство и помощь моих коллег по делению профессиональных музыкантов и михаил владимирович ботачера профессиональных музыкантов в своей области так и других музыкантов поэтому мне здесь проще ну и конечно же я должен сам помимо всего прочего это на бога надеюсь я сам не плашай то есть я естественно должен немножко и залезть и в эту сферу другую чтобы понимать вообще о чем идет речь как эти инструменты должны звучать потому что понимаете пианисты они вообще такая отдельная каста очень я вот у меня занимается на синтезаторе студенты особенно начинающий они вообще кроме рояля не знает ничего у них есть только рояль и нет больше никаких инструментов они даже не знаю что они существуют и как они называются все это забавно конечно для меня вот я не помню было ли так со мною в свое время может быть тоже так и было но поскольку ведь кроме рояля существует огромное количество музыки не фортепианы и оркестровой и классики джаза то есть это все можно послушать и найти во всем сказать интересно ну а что касается вот конкретно инструментов которые есть на нашем отделении это гитары ударные бас-гитары вот то здесь конечно же и мне всегда интересно немножко послушать и эту сторону музыки хотя иногда бывает очень сложно найти вообще какие-то но слова какие-то нюансы детали вот в новом инструменте первоначально не углубляясь в детали для этого тоже нужно время для этого нужно нужно мотивация ну а поскольку я являюсь человеком скажем поскольку я занимаюсь скажем административная работа в качестве руководителя отделения должен это знать естественно я стараюсь это делать хотя времени не хватает очень часто ведете концерты своего отделения даже не класса вот именно отделение и когда это все происходит прям видно что вы какая-то душа этой компоновки я не знаю как музыканты поймут наверное вот это тоже какое-то направление ну наверное это тоже как есть во мне потому что моя творческая судьба не она как-то связаны и вот с этой сарки с артистической деятельностью у меня было много опыта на этой в этой области но что ну я являлся руководителем являюсь еще ансамбля оливай то есть а это погружение совершенно в другую культуру в другой язык это надо все опять же перемолоть почувствовать естественно много прочитать с кем-то поговорить ну и потом это первое ну а второе как что значит душа конечно чтобы быть душой надо знать о чем ты говоришь и как ты говоришь для этого надо интересоваться вообще не только музыкой но и литературой конце концов кино знать какие-то новости искусство помимо музыки и так много вот этим интересуешься читаешь вообще в детстве много писал сказок до мне сказки у меня не сохранились я писал где-то первом втором третьем классе от руки кстати писать от руки очень полезно для головы и поэтому наверное какая-то вот такая стезя касая касаемо литературного творчества она мне тоже присущий мне это интересно опять же и потом я всегда знаю меня чувство наверное это опыта ведения концертов и ансамбле в ансамбле когда ты делаешь концертную программу приезжаешь должно быть компактно весело интересно и не скучно и главное не затем не затянуто не всегда получается много есть обстоятельств вот но тем не менее когда мы что-то представляем какой-то продукт должно быть интересно со всех сторон антураж ведение музыка знаю еще что то то есть это комплекс и быстрее это комплекс поэтому здесь нужно этим гореть этим зажигаться и конечно это занимает опять же много времени это на это над этим надо думать это не то что вышел кажется что ты вот вышел ввести и все эти поляло не полилось не полилось и надо сесть надо подумать надо почитать вас послушать подумать как это связать вот так а отсюда перейти сюда у короче говоря но тем не менее мне я чувствую ответственность за то чтобы это было вот именно так во-первых петь я желаю всем кто занимается музыкой инструменталистам тоже если это нравится занимайтесь этим это очень полезно но это опять же идет из детства я до сих пор помню свое воспоминание когда вышел фильм приключение электроника там была песня крылатые качели я помню мы с друзьями по бы второй класс школы это так вот и мы с друзьями понеслись куда-то гулять была весна и вот я выскочил на на бугор и и начал петь взмывая выше еле неверная преград крылатые качели мне так понравилось что с тех пор и в хоре пел и так и сольным было в общем в общем как-то все задатки были вот они воплощаются мне нравится я много поработал и как так скажем как это назвать даже не знаю на халтурах озвучил мероприятие играл пел под заказ конечно на самом деле так называем они требуют ничуть не меньше огромные да я считаю любой ну вот как это говорить музыкант пианист должен пройти школу кабака если тем более если да вот ты сидишь играть слушай сыграй вот это а ты играешь а ты сыграй вот это а вот сыграй вот это ты играешь что-то не помнишь начаешь подбирать потихонечку это огромный опыт это огромное в конце концов для для музыканта только и заработок я помню там начало я уже давно не играл а вот петь не буду уже песни детства ну вот дорогие друзья огромное вам спасибо за внимание я очень рада что у нас получилась такая какая-то теплая непосредственная беседа сегодня и каждый раз я говорю что мы гордимся колледж горд что у нас такие преподаватели тут про ориентации приходите к нам учиться не кажется да что посмотрев видео о людях которые здесь работают это же очень важно вообще для жизни особенно подрастающего поколения вот которые здесь у нас обучается что просто но будет жгучее сильное дикое желание обучаться в нашем году спасибо николай далаи спасибо вам